И это тем более подробно мы обсудим с военным экспертом. Ян Матвеев с нами на связи. Здравствуйте, Ян, рада приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, о Пригожине уже очень много бытует информации, очень много мнений. Вы для себя что очертили в настоящее время? Где он находится? Перемещается ли он по Российской Федерации? Учитывая то, что в последнее время появлялась информация о том, что он может быть и в Петербурге, и в Ростове-на-Дону, и в Москве. Ну, судя по всему, действительно, Пригожину дали некоторую свободу и перемещение, и там вещи у него не стали отнимать, хотя это было бы логично, и, наверное, никто бы не удивился. Ну, там вот эти вот все конфискованные оружия, золотые слитки, деньги, в двух машинах буквально миллиарды рублей наличными, но их просто вернули, по сути, Пригожину. И, видимо, это либо часть соглашения, либо просто российские власти пытаются все как бы спустить на тормозах, то есть так, чтобы все прошло максимально тихо. Потому что я не исключаю, что они немножко побаиваются все еще Пригожину, несмотря на то, что вот эти все его структуры вроде как закрыты, об этом много сказано, я имею в виду медийные структуры. Вот это вот его организация, Патриот она вроде называлась, которая объединила все его и сайты, и разные там ботофермы, и все. Но, несмотря на это, его медийность, она остается, и если, скажем, действовать против него максимально жестко, пока он не находится там в тюремной камере, он сможет записывать там всякие видео, аудио и прочие там какие-нибудь обращения, и, видимо, вот в Кремле хотят, чтобы прошел вот этот период остаточной такой популярности Пригожина, когда вот он еще может записать какое-то аудио, и все начнут его слушать буквально. И, может быть, будут жестче с ним, против него действовать уже чуть позже, когда все уляжется, его так немножко подзабудут, всем уже будет наплевать, и тогда, может быть, спокойно его уже добивать. Ну, либо он сейчас как-то вот закончит свои дела, это вот именно часть договоренности, и уедет туда, куда и собирался уехать. Ну, Беларусь самая очевидная, видимо. Ну, вот, как видите, все-таки Лукашенко дистанциируется от своих обещаний, да, о том, что все-таки давайте прекращайте мятеж и все ко мне. И даже не объясняет, почему до сих пор нет Пригожина или представителя этого чувака Вагнера на территории Беларуси. Выглядит больше так, что он успокаивает своих граждан о том, что якобы эти, ну, настороженно восприняли эту информацию об этом. Чувака Вагнера на своей территории. Как все-таки здесь, какое положение занимает, по вашему мнению, Лукашенко? Почему он не объясняет, что он не исполняет эти же договоренности? Просто где-то там Пригожин, где-то он то в Питере, то в Москву, может быть, направляется. Я думаю, что Лукашенко плюс-минус тоже действует, как обычно. Но он любит действовать. Когда он вот вышел в роли такого, ну, вот сам себя представил, да, вроде такого спасителя. Я, значит, вышел, все разрулил. Вот, смотрите, какой ты, я молодец. А дальше, когда дело касается каких-то вот реальных сложных задач, он несколько от них действительно дистанцируется и не дает, да, возможности. Может быть, как-то пытается тоже немножко съехать с этого всего, чтобы не возникало сложных вопросов, потому что вопросов-то действительно немало. Ну, вот приедет Пригожин в Беларусь. Какой у него будет статус? Кем он там будет? На какой основе? Он будет подчинен там Минобороны Белорусскому или там Лукашенко, да, как-то его там администрации. И он будет заключить какой-то трудовой контракт с белорусским государством, да, с правительством Лукашенко. Или что это вообще будет? Да, все эти вагнеровцы, кем они будут, чем они будут заниматься? Все эти вопросы довольно сложные. И в том числе, наверное, я не очень большой специалист непосредственно в белорусской политике, но, наверное, они также важны для вот той небольшой группы сторонников Лукашенко, которая, наверное, все-таки существует. И поэтому он не хочет, наверное, раньше времени или вообще, может быть, не хочет поднимать эти вопросы, чтобы не давать ответы, которые не понравятся его сторонникам. Если говорить непосредственно о будущем Чувака Вагнера и будущем не самой компании, да, самой частной военной компании, а именно людей, которые там работали, наемники по факту, какое будущее ожидает их? Будет ли от Министерства обороны Российской Федерации, простите за прямоту, проводится какая-то фильтрация тех, кто на стороне Пригожина, а тех, кто, может быть, будет еще полезен в Минобороны России? Ну, я не думаю, что они будут как-то прям фильтровать и выискивать, скажем так, вот эти предатели, а вот эти вот лояльные мы к себе возьмем. Да, ну, понятно, что касаемо крупных разных важных командиров, там будет какой-то отсев, и часть из них явно, ну, и сами не пойдут в Минобороны никак работать, и их и не возьмут, наверное, из опасений. А обычных солдат, обычных наемников, их, я думаю, готовы всех взять. Во-первых, Российской армии абсолютно плевать, какие там у тебя взгляды, если ты готов взять автоматы и идти умирать, то как бы вперед, пожалуйста. Там, я думаю, что если хорошенько поговорить с российскими солдатами, там у 90% будут такие же взгляды, как у Пригожина. Ну, вот то, что он заявлял, мы не знаем, какие у него, естественно, реальные взгляды, да, его искренние. Ну, вот то, что было заявлено им в его сообщениях, вот, я думаю, с этим совсем согласится подавляющее количество военных, которые на фронте. Поэтому не думаю, что есть какая-то с этим там проблема, они об этом думают. И как раз вот эта пауза, которая сейчас происходит, да, все думают, а что с вагнеровцами, а чего? Они сидят вот в своих лагерях на оккупированной территории, и я думаю, что это сделано в том числе для того, чтобы они все подписали, ну, или большая их часть подписала контракт с Минобороны. Потому что они сейчас в непонятном статусе находятся, мы не знаем, какие там у них условия жизни, явно Пригожина их, наверное, если и там снабжает до сих пор, то, возможно, уже меньше. У него и деньги должны, по идее, заканчиваться на это. То есть, рано или поздно они там могут, я не знаю, начать голодать как-то в буквальном смысле, да, и это будет просто вынуждать их решать эту проблему. А как они ее могут решить, подписав контракт с Минобороны? Я думаю, к ним будут регулярно захаживать представители и говорить, а давайте-ка, давайте вот сейчас подпишите, и деньги будете получать, и пойдете, значит, на фронт, и там будете... Заниматься тем, чем вы уже привыкли, и все такое. Возможно, как раз все это делается для этого. Вот касательно, а где же все эти ЧВК-Вагнер, эти боевики? Учитывая то, что BBC, источники BBC сообщат о том, что наемники по-прежнему, действительно, как вы говорите, находятся в лагерях на территории так называемых, да, самопровозглашенной ЛНР. Но также отмечается, что в последнее время значительное число наемников покидают Африку. И вот по данным изданиям, Джоин Африка, около 500-600 российских наемников вылетели из Банги, столицы Центральной Африканской Республики, в Москву. А есть предположения для чего? Или подписывать контракты с Минобороны, или заканчивать уже там свою деятельность окончательно? Ну, почему-то не в ЛНР поехали, так называемые. Ну, на самом деле, эта новость была для меня довольно удивительной. Я не думал, что российские власти будут как-то менять статус именно африканской группировки Вагнера. Ну, потому что, с точки зрения Кремля, она довольно выгодная. В любом случае, да, даже несмотря на все мятежи и так далее, Пригожин и его вот эта структура не может существовать без российского государства. И понятно, что в Африке они работают в том числе на интересы Путина. И это должно как-то его эго тоже подогревать то, что вот в Африке мы, значит, влиятельная сила, да, в таких неблагополучных, скажем прямо, странах, как Царь, Судан там и других, но все равно. Все равно. Тем более Путин, он плоть от плоти, да, советский чекист, который вот этой идеей влияния на разные небольшие страны, он прям очень одержим. Собственно, СССР же занималась тем, что в Африке свое влияние пыталось распространить. Но мы видим, действительно, ну, сообщают пока, что вагнеровцев вывозят. Я думаю, значит, решили и не спонсировать и эту часть тоже. Если правда то, что говорил Путин и то, что сливали, да, кремлевские СМИ о том, что государство платило напрямую на ЧВК Вагнера, в чем, конечно, можно сомневаться, но тут в любом случае завязано государство. То есть либо Пригожин платил вагнеровцам из денег, которые получал с контрактов, от того же Минобороны, там, от питания в школах и так далее, либо ему действительно напрямую просто давали деньги на всю его военную структуру. Ну вот, видимо, решили и африканское финансирование тоже обрезать, и поэтому просто вагнеровцы возвращаются домой, потому что им больше не будут платить, на них больше не выделяют денег. И тут буквально уточнение, а важно, куда девались генералы, да, Суровикин и Уткин, или же так же будет потом Вагнер подыскивать себя, кто же будет дальше с ним, как говорится, плечо к плечу, если все-таки, ну, удастся сохранить хоть какой-то этот комплекс, скажем так, боевиков возле себя? Ну, я бы Уткина все-таки генералом не называл, по-моему, и он сам себя так не называл никогда, ну, и все-таки он имеет просто статус такого наемника, совсем как-то, наверное, неправильно употреблять обычные воинские звания в этом смысле, но действительно непонятно, где он, но он и раньше не особо появлялся в медийном поле, поэтому я тут не удивлен, он может заниматься ровно тем же, чем занимался до этого, и просто не появляться. Что касается Суровикина, я думаю, раз мы не видим никаких новостей про него, то это для Суровикина скорее хороший знак, то есть если бы его как-то там куда-то сажали, судили и так далее, уже бы просочились бы не вот эти выдуманные истории всяких очевидцев и источников из Кремля, которые были там неделю назад, а реальные. То есть обычно, когда кого-то даже высокопоставленного там куда-то сажают или расследуют, становится это явным через некоторое время. Ну вот раз не стало, значит, скорее всего, ничего с Суровикиным не происходит. Может, он отпуск какой-то взял, может быть, занимается, собственно, своими обычными делами, сидит в штабе и делает вид, что командует российской армией. Ген, вам огромное спасибо за ваши комментарии, услышали их. Войный эксперт Ян Матвеев был с нами на прямой связи.